Часть 4. Основы христианской культуры Культура есть явление внутреннее и органическое. Она захватывает самую глубину человеческой души и слагается на путях живой таинственной целесообразности. Этим она отличается от цивилизации, которая может усваиваться внешне и поверхностно и не требует всей полноты душевного участия. Поэтому народ может иметь древнюю и утонченную духовную культуру, но в вопросах внешней цивилизации – одежда, жилища, пути сообщения, промышленная техника и т.д. – являть картину отсталости и первобытности. И обратно. Народ может стоять на последней высоте техники и цивилизации, а в вопросах духовной культуры – нравственность, наука, искусства, политика и хозяйства – переживать эпоху упадка. Из этого одного развлечения ясно, что исключительное значение имело в истории культуры христианство. Оно внесло в культуру человечества некий новый благодатный дух. Тот дух, который должен был оживить и оживил самую субстанцию культуры, ее подлинное ясиство, ее живую душу. Этот дух был чудесным образом внесен во враждебную среду, иудейско-римскую, в атмосферу рассудочной мысли, отвлеченных законов, формальных обрядов, мертвейшей религии, жадно-земной волей и жестоковыйного инстинкта. Этим актом культура не могла твориться. Она могла только вырождаться. Этот путь вел к омертвению. И понятно, что люди этого акта, фарисеи, и цивилизация этого уклада, римская, не могли принять этого благодатного учения. Они должны были остаться людьми и установлениями этого мира, которым противопоставляют себя апостольские послания. Но именно этот дух должны были принять люди, чтобы стать христианами. Именно этот дух необходим и ныне христианам для того, чтобы творить христианскую культуру. В чем же сущность этого духа? Казалось бы, каждый христианин должен был бы не только носить этот дух в себе, но и разуметь его с такой силой ясности, чтобы ответить без особого труда на этот вопрос. Тем не менее, я попытаюсь очертить его вкратце. Во-первых, дух христианства есть дух, а внутрение, царствие Божие, внутри вас есть. Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Согласно этому, все внешнее, материальное, чувственное, само по себе не имеет безусловной ценности и не оправдывается перед лицом Божиим. Это не значит, что оно всецело и окончательно отметается. Нет. Оно является лишь возможностью духа и совершенства, как бы незасеянным полем. И какой же сеятель захочет отвергнуть свое поле? Или сосудом для драгоценного вина, и что есть пустой сосуд, но вино нуждается в сосуде? Или жилищем, не могущим оставаться в пусте? Внутреннее, сокровенное, духовное решает вопрос о достоинстве внешнего, явного, вещественного. Ныне это должно считаться аксиомой всякой культуры, и особенно христианской культуры. Так, нравственное состояние человека ценится не по его материальным последствиям и не по внешней пользе, из него протекающим, но по внутреннему состоянию души и сердца человека, его переживающего. Так, произведение искусства художественно не тогда, когда эффектна и оригинальна его эстетическая материя, но тогда, когда оно верно своему сокровенному духовному предмету. Так, внешняя точность научного писания есть только начало истинного знания. Так, право и государство жизненны и верны именно там и только там, где на высоте пребывает живое правосознание людей. Так, все хозяйственные вопросы и затруднения разрешаются именно изнутри, через воспитание людей к братству и справедливости. Ибо так воспитанные люди найдут и внешние формы братской жизни. Культура творится изнутри. Она есть создание души и духа. Во-вторых, дух христианства есть дух любви. Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 8. Это означает, что Христос указал любви последний и безусловный первоисточник всякого творчества, а следовательно, и всякой культуры. Ибо культура творит и утверждает. Она произносит некое приемлющее и пребывающее «да». Любовь же есть первая и величайшая способность принимать, утверждать и творить. В любви любящий сливается, духовно срастается с любимым предметом. Он приемлет его силою художественного отождествления и самоутраты. Он отдает себя ему и принимает его в себя. Возникает новое, подобно тому, как в браке и деторождении. Создание же нового есть творчество. При этом любовь противопоставляется сразу и отвлеченному рассудку, и черствой воле, и холодному воображению, и земной похоти. Но противопоставляется так, что все эти способности, подчиняясь любви и насыщаясь ею, обновляются и перерождаются. Мысль, движимая любовью, становится силою разума, прилепляется к познаваемому предмету и дает настоящее знание. Воля, рожденная из любви, становится совестную, благородную волею и оказывается источником настоящих христианских героических поступков. Воображение теряет свой холод, перестает быть праздной и безразличной игрой, загорается духовным огнем и начинает воистину видеть и творить. А земная похоть, просторечие, именуемое любовью, не заслуживает этого имени. Но проникнутая любовью, она перестает быть элементарную, страстную одержимостью и начинает осуществлять законы духа. Вот почему христианин не верит в культуру без любви. Любовь к Богу есть для него источник веры. Брак оправдывается в его глазах любовью. Он не возлагает надежд на ученого, которому владеет не любовь к изучаемому предмету, а пустое и жадное любопытство. Он не ценит черствые благотворительности. Он не в состоянии наслаждаться холодным, праздноиграющим, хотя бы и ярко назойливым искусством. Он не ждет разрешения социального вопроса от классовой ненависти или хитрорасчетливого интереса. И в самую политическую жизнь он вносит начало любви. Любви к родине, к нации, к государю. Он требует милости от суда, человечности в обращении с ребенком и солдатом и умеет жалеть бессрочного каторжника, осужденного за зверство. Христианин знает по внутреннему опыту, что любовь от Бога и вместе с апостолом Иоанном твердо верит, что всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. В-третьих, далее. Дух христианства есть дух созерцания. Он учит нас смотреть в чувственно невидимое и обещает нам, что чистые сердцем, живущие в мире и святости, увидят Господа лицом к лицу. Бог открывается оку духа. Он есть свет. Этот свет надо увидеть внутренним, нечувственным зрением. Это нетелесное зрение возводит нас к Богу. Христианство учит обращаться к Богу неотвлеченным логическим омствованием и неволевым напряжением, пытающимся понудить себя к вере, а непосредственным созерцанием, осуществляемым оком сердца. Бог открывается тому, кто обращает к Нему око своей любви. И человеческий дух призван увидеть Бога так, как глаз видит свет, с той же естественностью, непосредственностью, непринудительностью, радостью, благодарением и успокоением. Вот почему люди с огрубевшим сердцем и с омкнутыми глазами не увидят Бога и не уверуют, но пребудут слепы. Вот почему сказано «Я пришел в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». И еще «И отныне вы знаете Его и видели Его, и потому ученики Христа именуются сынами света и чадами света». Христианская вера загорается в духовной очевидности, испытываемой оком сердца. А эта очевидность есть дело божественного откровения и внутренней свободы человека. Поэтому дело веры есть дело свободного узрения и никакого насилия не терпит. Насаждение же веры насилием, страхом и кровью всегда оставалось антихристианским соблазном. Согласно этому, у человека имеется особое, невынудимое сило духовного, сердечного созерцания, которое дано видеть Бога и узнавать все божественное в мире. Эту силу созерцания христианство даровало и завещало всей человеческой культуре. Именно ею добываются высшие благодатные синтезы в науке. Именно она творит всякое истинно художественное искусство. Ею осуществляется акт нравственной совести. Из нее вырастает естественно-правовая интуиция. Ею руководились все великие, гениальные реформаторы государства и хозяйства. Сама же по себе она есть не что иное, как молитвенное обращение к Богу. И потому мы можем сказать, христианство завещало людям строить культуру, исходя из молитвенного созерцания и пребывая в нем. Четвертых. Далее. Дух христианства есть дух живого творческого содержания, а не формы, неотвлеченных мерил и неветкой буквы. Не в том смысле, чтобы вовсе не ценилось начало формы, то есть предела, закона, совершения и завершенности. Но в том смысле, что отметается начало пустой, отвлеченной самодавляющей формы, лишенной насыщающего ее и освещающего ее содержания. Именно в этом смысле надлежит понимать слова Христа «не нарушить закон, пришел я, но исполнить». Ибо в греческом оригинале употреблено выражение, означающее «наполнить». Так в христианстве закон не отметается, но наполняется живым и глубоким содержанием духа. Так что форма перестает быть формою, а становится живым способом содержательной жизни, добродетелю, художеством, знанием, правотою, всею полнотою и богатством культурного бытия. Вот почему христианин относится с недоверием ко всему и ко всякому делу, где обнаруживается или начинает преобладать формализм, механичность, законничество, буквы и т.д. Ибо формализм искажает все, во что он внедряется. От него мертвеют наука и искусство, от него вырождается управление, суд и юриспруденция. Неблагодатна и нежизненно формальная мораль. Для воспитания, преподавания и службы формализм убийственен. И пустая форма семьи, не наполненная любовью и духом, не осуществляет своего назначения. Тогда форма оказывается пустой видимостью, отвлеченную схемою, мертвящую черствостью, фарисейским лицемерием. И потому формализация и механизация культуры противоречит христианскому духу и свидетельствует о ее вырождении. Христианин ищет не пустой формы, а наполненной. Он ищет не мертвого механизма, а органической жизни во всей ее таинственности, во всех ее таинствах. Он жаждет формы, рожденной из глубокого, духовно насыщенного содержания. Он ищет искренней формы. Он хочет быть, а не казаться. Ему заповедана свобода, а не законничество. И потому законность вне духа, искренности и свободы не трогает его сердце. В-пятых, дух христианства есть дух совершенствования. «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. Это не значит, что христианин считает себя совершенным или, по крайней мере, близким к совершенству существом, вопреки всякому трезвению и смирению. Но это значит, что христианин имеет перед своим духовным взором Божие совершенство, которым он и измеряет все житейские дела и жизненные обстояния. Он учится и научается отличать нравящееся, приятное, дающее наслаждение, полезное от того, что на самом деле хорошо, что объективно совершенно. И именно потому истина, нравственно, художественно, справедливо, героично истина, и научившись различать эти два ряда ценностей, он умеет прилипляться именно к совершенному, предпочитать его, добиваться его, служить ему, беречь его, насаждать его и, в случае надобности, умирать за него. Христианин не только созерцает совершенство, но и себе вменяет в обязанность совершенствования. Отсюда у него живой опыт греха и чувство собственной недостойности. Он судит себя, обличает, кается и очищается, и в каждом деле, в каждом поступке вопрошает о совершенном и зовет себя к нему. Вот откуда в христианстве этот дух ответственности, самообвинения, покаяния, дух прилежания, добросовестности, труда, самообуздания, дисциплины, подвига. И вот почему христианская культура осуществима только из этого духа и настроения, а преобладание обратного духа свидетельствует об отчуждении культуры от христианства. И так обстоит во всех областях культуры. Что есть безответственные, недобросовестные, безразличные к истине ученые? Что есть художник, ищущий успеха, а не художественного совершенства? Может ли настоящий христианин стать бесчестным демагогом или продажным чиновником или разнузданным тираном? Дух христианства обращает человека к Богу в небесах и к Божьему делу на земле. Это Божье дело на земле становится предметом его служения, и самая жизнь его, и дела его становятся вследствие этого предметными. Этот дух христианской предметности христианство вносит во всю культуру человечества, в семейную жизнь, в воспитание, в службу, в общественность, в хозяйство, в политику, в искусство и в науку. И мнимый христианин, который по русской пословице на небо посматривает, по земле пошаривает, не достоин ни своей веры, ни своего звания. Таков дух христианства, дарованной и завещанной человеческой культуре. Это дух овнутренения, дух любви, дух молитвенного созерцания, дух живого органического содержания, дух искренней насыщенной формы, дух совершенствования и предметного служения делу Божьему на земле. Уверовать во Христа значит принять от Сына Божия этот дух как дух творческой силы и из него творить земную культуру. И обратно. Кто верен этому духу, из него живет и творит, тот уже Христов, даже и тогда, когда сам этого не знает и не признает. Ибо всякий, делающий правду, рожден от него. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 29. Творить христианскую культуру не значит законничествовать в отвлеченных догматах или понуждать себя комствованию о предметах, сокрытых от земного человеческого ока. Это не значит отказываться от свободного созерцания или творить только по закону представителей земной церкви. Но это значит раскрыть глубину своего сердца для Христова Духа и из Него обратиться к созерцающему восприятию Бога и Божьего мира, а также к свободным и ответственным волевым деяниям в плане Божьего дела на земле. Ибо так созерцающему и действующему человеку дано внести христианский дух во все, чтобы он не начал делать в науку, в искусство, в семейную жизнь, в воспитание, в политику, в службу, в труд, в общественную жизнь и в хозяйствование. Он будет творить живую христианскую культуру, но для этого он должен, конечно, принять Божий мир и зажить им и в нем. КОНЕЦ